Добрый вечер! На публике ТВ. Вначале каждый из кандидатов будет иметь возможность представить свою предвыборную платформу. На это отводится 2 минуты. Затем мы перейдем к формату «Ответ вопрос». На вопрос у вас также будет по 2 минуты. И во второй части программы у каждого из вас будет возможность задать кандидату вопрос. На вопрос отводится 1 минута, на ответ 2 минуты и на реплику также минута. Итак, давайте начнем. Господин Назаренко, пожалуйста. Назаренко, правильно, фамилия звучит. По 18-24 часа в сутки. Они образуют большие состояния, крупные капиталы, которые переводят рано или поздно за границу. Мы знаем, что общий долг республики сегодня приравнивается к состоянию некоторых самых богатых людей нашей Молдавии. Я думаю, что большинство из вас должно задуматься, каким образом так произошло, что Молдавия стала нищей страной, стала страной с долгами, крупными долгами. Однако в этой же стране появились олигархи, появились крупные бизнесмены, миллиардеры. Поэтому я призываю всех работников наемного труда объединиться в организацию, которая сможет дать отпор эксплуататорам, объединиться в организацию, которая сможет бороться за возвращение тех предприятий, которые были уничтожены, либо те предприятия, которые были разворованы. Наша главная с вами задача сегодня, мы ее должны поставить, это возвращение всех предприятий в собственность государства. Безусловно, мы сможем достичь этого только тогда, когда трудовой народ придет к власти, тогда, когда мы будем обладать с вами реальными рычагами возвращения этих предприятий. До этих пор мы должны с вами бороться в первую очередь за наши трудовые права. Мы не должны позволить им наступать на наши трудовые права и лишать нас тех гарантий, которые сегодня есть в Трудовом кодексе. Мы должны также обязать руководство страны, сегодняшнее руководство страны, издать закон, в соответствии с которым работодатели, собственники этих предприятий обязаны будут регистрировать индивидуальные трудовые договора. Это позволит защитить огромное количество людей, которые сегодня работают, по сути дела, неофициально и не имеют гарантии защиты своих прав в суде. Так же самое мы требуем зафиксировать реальную заработную плату на уровне законодательства. Продолжение следует... Господина Залинка, я благодарю вас. Хочу вам напомнить что время вы слышите на последних 8 секундах. Госпожа Деминица, пожалуйста. Госпожа Деминица, перед femme на уровне законодательства В данный момент, который я показываю, субтитры вц прогрессии, а не так, чтобы это сделать, когда ситуация политика в Молдове не было в другую сторону. А сперат, что очень многие тиновники, что фортируют демократичные, которые будут вести конкретные решения для решения проблем социальной и экономической в Молдове, и этот вопрос не произошел, для чего он Габарен Статин и получил решение решения в политике. В зиуне са, мотору, у них экономии, они тинерии. И поэтому, в платформе сае-экономии, он презентает решения для проблемы социальных и экономических проблемах, через призма проблемелых с которыми конфликты тинеретов. В платформе сае-экономии с трех пилон. Это речь идет о политике и тинеретах. И здесь, в Аккорд, вакорда, у акценѣа стіо고요, проблеме лав,е вао врача, проблеме ловеą дии, children HE, и строение лucktниѣи всјcilіѣи, а в 두 aid flare пилон ет да это actor commitsănтиѣостинја волча, и тредер пилон е incredible р Denver придј moved kijkenѣиѣило для представления Sorry Кинимеѣиѣи. Дон Габ ces industry sehenе, что речка Молдува е да по ъ њаре которые прозяты интересы для страны, но в момент в том, что не существуют кондиции фаворабелые для аккумулятора страны в страны в Молдову, они не могут ввести в страны в страны в страны в страны. Спасибо. 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 Если позволите, буду говорить по теме, потому что тема у нас сегодня национальная меньшинство, как я понимаю. Благодарю вас. Я призываю вас тоже самое. Хорошо. Партия Молдова-УНИТ и Едино-Молдова, которую я сегодня представляю, наверное, одна из тех немногих партий, которые на самом деле занимаются проблемами национальных меньшинств. И это не просто слова. Потому что то, что мы наблюдали за последние 10 лет, свидетельствует о том, что к национальным меньшинствам и их проблемами никто не занимался. В начале, в 2001 году, коммунисты обещали им сделать русский язык вторым государством, потом это все было забыто, так как выясняется даже, они уже сам факт этот отрицают. А потом уже после прихода к власти Альянса за европейскую интеграцию, мы как будто бы вообще вернулись в 90-е годы, что, конечно, не может не настораживать. Поэтому наша партия выступает с одной, на мой взгляд, очень важной инициативой. Мы хотели бы, когда в обществе успокоятся вот все эти волнения, политические передряги, чтобы был проведен референдум, в котором было бы два вопроса. Первый, это пусть сами граждане решат, какой язык у нас является государственный, молдавский или русский. И второй важнейший вопрос, это вопрос о статусе русского языка. Потому что мы, например, считаем, что нам необходимо конституционно закрепить статус русского языка. Кроме всего прочего, конечно же, мы поднимали неоднократно, и я разработала законопроект, о представительстве представителей национальных меньшинств в органах власти. Это ненормально, когда у нас в правительстве нет ни одного представителя национальных меньшинств. Так было до сих пор при Альянсе за европейскую интеграцию. Я предложила этот законопроект, его даже некоторые поддержали, но, к сожалению, из-за того, что не явились господа коммунисты, этот законопроект был благополучно провален. Поэтому я считаю, что для того, чтобы Молдова стала родиной для всех ее граждан, этой темой, темой национальных меньшинств, необходимо заниматься. Необходимо, чтобы мы все чувствовали себя здесь, как дома. Спасибо. Госпожа Бельченкова, благодарю вас. Господин Назаренко, очень многие в обществе говорят о том, что существует проблема у национальных меньшинств. Многие говорят, что это надуманная проблема. Как считаете вы? И какой точке зрения придерживаетесь вы? И если вы считаете действительно, что существуют какие-то проблемы, какие действия необходимо предпринять для того, чтобы решить их? Несмотря на то, что я сам являюсь русским по национальности, я не уделяю проблеме русского языка огромного внимания. И считаю, что вопрос о языке, языковой вопрос, используется различными политическими партиями исключительно как инструмент в борьбе за власть. Манипулирует общество, манипулирует сознанием общества. Я хочу сказать, что... У нас есть и другие национальные меньшинства, если вы помните. Сейчас, секундочку, я вам скажу. Как при ПКРМ нарушались права национальных меньшинств, так и при этой власти, при этом алиянсе. Когда обращаешься в органы государственной власти, практически всегда они отвечают в нарушении закона о национальных меньшинствах и правовом статусе их организаций. Практически всегда нарушал Воронин при нем и при этой власти. Поэтому делать какую-то отдельную, говорить, что вот сегодня у нас немножко лучше или раньше было чуть лучше, я думаю, что не стоит. И скажу даже более, что если даже любая власть сегодня примет закон и вынесет вопрос на референдум и русский язык станет вторым государственным, уверяю вас, вы будете обращаться в органы государственной власти, все равно будут нарушать ваши права и все равно будут отвечать в нарушении тех прав, которые у вас будут. Ваше предложение. До тех пор, пока вы не будете бороться всегда за свои права, будь то вы национальное меньшинство, будь то вы трудящиеся на каком-то предприятии, где бы то ни было, до тех пор, пока вы не будете бороться, всегда вас будут унижать, всегда будут нарушать ваши права. Боритесь каждый день и каждый час. У вас еще есть время. Какие предложения у вас? Предложений у меня очень много. В первую очередь я хочу выступать, и мне очень жаль, что средства массовой информации уделяют большое внимание. Вы сказали, тема, еще раз повторите, национальные меньшинства и какие еще... Религиозные и сексуальные, поговорим о них позже. К большому сожалению, средства массовой информации уделяют внимание сексуальным меньшинствам, нежели правам трудящихся, которые сегодня большинство... Но они тоже граждане нашей страны. Они тоже граждане нашей страны, но я думаю, что некоторые из них тоже являются трудящимися. Их меньшинство, по сравнению с тем, кто сегодня трудится на предприятиях, и по сравнению с тем, вот допустим, я уверяю вас, что сексуальных меньшинств у нас в Молдавии меньше, чем рабочих Гладианского сахарного завода, 500 человек, которых оставили за пределами предприятий без копейки и денег, а если еще прибавить членов их семей, детей и ближайших родственников, которые также сегодня голодают, то это будет в разы больше, чем те сексуальные меньшинства, которые сегодня есть во всей Молдавии. Благодарю вас, госпожа Деменец. Благодарю вас, госпожа, госпожа. Благодарю вас, госпожа, 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 госпожа. Благодаря вам, госпожа, на историю рау- спортзалุ. И вот, у меня нет премонечности для что за вопроса DAVID. Еще не существуют, во многих других национальных меньшинствах. На кат Nahania Молдавии много. Я делаю на школу объекты на русском языке, но я обслуживаю очень прост, в смысле, что, пока не успею, они не успеют осуществлять русском языке. И вот здесь, когда представители Хромов говорят о том, что их проблемы лишь формально решаются. Как сделать так, чтобы они были услышаны и решены? Это очень важно для всех политиков, чтобы создать поддержку в связи с этниями в Молдове. Этнии должны понимать, что есть единственная проблема, что это единственная проблема, как общество и экономика, которые будут возникновены и образы. И это будет иметь, что это будет интересное, но никто не проходит, в чем это говорит. Что два секунда? В чёме придают, 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 чё-то из-за sexualного, эта проблема, это иначе, кто-то, в общем, в том случае, что, в этом случае, в том числе, что, в том числе, что, в молдове, это царя крестин, и, в общем, не acceptа, Я благодарю вас, госпожа Бельченкова. Я предлагала уже, да. Как вы считаете, вот если говорить о ромах, очень часто эта проблема ставится на повестке дня. И действительно существует много проблем. В то же время существует и много нормативных актов, которые решают эти проблемы. И тем не менее остаются они на повестке дня. Как вы считаете, что необходимо предпринять, чтобы действительно начать решать эти проблемы? Я считаю, что если посмотреть многие статьи и законы, которые существуют на сегодняшний день, то они пытаются, наверное, охватить все проблемы. Я не стала бы выделять, возможно, ромов. Хотя, вы знаете, что вот когда сама вела одну передачу, по-моему, все представители национальных меньшинств говорили о проблемах, они существуют. Да, но ромы всегда выделяли, что их проблемы самые, что называется, злободневные. Вы знаете, я считаю, что нам необходимо, прежде всего, опять же, язык это носитель культуры. Это никто не станет оспаривать. Давайте начнем с этого. Давайте начнем с представительства. Давайте начнем с того, чтобы этих людей как-то собирали и с ними говорили. Потому что вы понимаете, как у нас получается? У нас даже департамент национальных меньшинств, все это зависит от того, зачастую, да, кто сегодня находится у власти. И диктует им, да, какие-то, в общем-то, свои моменты, как поступать и что делать. Поэтому я считаю, проблема национальных меньшинств, безусловно, существует. Вы выйдете в город, вы поговорите, вы увидите, что люди старшего поколения, они, к сожалению, не владеют государственным языком. Это не значит, что они не хотели бы его выучить. У нас не было таких программ по сей день, понимаете? Да, нужно знать два языка. Но русский язык нужно научиться воспринимать как наше богатство, как наше достоинство. Потому что это еще одна часть, еще один целый пласт культуры. И поэтому лишать наших, вот, даже тоже изучения русского языка. Ведь на сегодняшний день не везде его, к сожалению, даже изучают. Его выдают как за иностранный. Это неправильно. У нас исторически сложилось так, что подавляющее большинство, не знаю, ну, по крайней мере, наверное, процентов 60-70, да, в той или иной степени владеет русским языком. Так зачем же его вытеснять из сфер жизни? Понимаете, с национальными меньшинствами нужно садиться за стол переговоров и говорить. Они не так много для себя просят, да? Но если мы не будем говорить, тогда эта проблема будет еще сильнее загоняться. И неизвестно, когда, где это все, что называется, рванет. Я благодарю вас. Возвращаясь к сексуальным меньшинствам, о которых вы говорили, да. Как вы считаете, эти люди все-таки существуют? И как вы считаете, необходимо решать их проблемы? Давайте им возможность... Я даже дам ответ сразу, как решать эту проблему. Это патология, и вам скажет любой врач. Поэтому всех этих людей необходимо направлять на лечение просто-напросто. Если не желают добровольно, необходимо принудить их лечить. Господин Назаренко, они граждане этой страны. Они платят налоги, они также избиратели. Правильно, так же, как они граждане страны. Точно так же их необходимо лечить от этой проблемы. Вот и все. Либо добровольно, либо принудительно, если они будут представлять опасность этому обществу. Когда они выходят и навязывают свою культуру... Вы считаете, что сексуальные меньшинства представляют свою культуру? В том случае, когда они выходят и пропагандируют свои идеи. Почему мой ребенок должен видеть, кем они являются и что они пропагандируют на площади? Занимайтесь этим где угодно. Но мы стремимся в Европу, а в Европе довольно толерантно относятся к этому. Я не знаю, вы стремитесь, я лично нет, не стремлюсь. Я считаю, что необходимо навести порядок сначала здесь в стране, а потом говорить о том, куда мы стремимся и ради каких ценностей. Ради вот таких, чтобы пропагандировать права сексуальных меньшинств. Ради этого мы стремимся в Европу. Если нам такие ценности не нужны, я думаю, что большинство телезрителей поддержит, что Молдавия не стремится в Европу ради развития и привития ценностей сексуальных меньшинств. Но опросы свидетельствуют о том, что большинство граждан Молдовы все-таки видят дальнейший путь Молдовы в евроинтеграции. А кто проводил такие опросы? Проводился... Нет, все-таки возвращаясь к нашему вопросу. Нет, все возвращается, опять же-таки, к тому, что манипулируют сознанием людей. Большинство средств массовой информации, большинство политологов различных, которые протирают штаны на телевизионных каналах. Необходимо четко сказать, что как таковых сексуальных меньшинств сегодня практически нет. Единицы, на самом деле, которые проплочены различными международными организациями, которые инициируют эту проблему, они развивают на самом деле здесь такие течения, такие движения. Поэтому не надо делать с этого большую проблему. Обращаю ваше внимание других каналов. Обратите лучше свой взгляд, свой взор на то, что сегодня творится на всех предприятиях. И поставьте эту, тему номер один, на всех каналах. Как вы сказали сами, они, вероятно, тоже могут быть трудящимися. Они могут быть трудящимися, безусловно. Их права нужно защищать как трудящихся, а не как сексуальных меньшинств. Я думаю, как сексуальных меньшинств я что, вторгаюсь в их личную жизнь? Или претендую на ее или его любовника, что ли? Вы помните, какие разногласия были, когда они хотели провести? Я не вторгаюсь, мне не нужно ни он, ни она, понимаете? И считаю, что и другие люди должны точно так же жить. А если у них патология в голове, то пускай лечатся. Я благодарю вас. Время, которое вы не использовали, не возвращается. Поэтому, чтобы вам было удобнее, обратите внимание перед вами, есть экран, и вы можете видеть время перед собой. Госпожа Деменец, вы как считаете? Патология, надуманная проблема, стоит об этом говорить или не стоит об этом говорить? Сигур, что мерит, что фейер оборудована, но нужно понимать, в чем мусора, в чем способе, 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 в чем глаза во время, Dis****, ГIsil куришку, когда они хотели организовать демонстрацию, В чем способе, понимаете, вы помните акция протеста44-славной церкви? Вы помните, когда они хотели принески Commодного в течке к霊у? И в том, что общество с revoltом, я думаю, что мы должны быть в основе в этом вопросе. Если общество с revoltом, то есть речь о reformе, это значит, что эта reformа есть проблемы. И это значит, что нужно быть виновата внести, в том числе, в том числе, мы в том числе, 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 и Библия поддамна homosexuality. Это абсолютно фореск для овенения с реакционизм в один из-за этого не в том числе, что они не могут сражаться. Ты всегда отоящее, которое в жизни что-то создаёт жильям, мне не было в жизни, но в жизни в своей жизни не будет. Но любая семья, которая хочет эволюетность эффективных, усердяется, сохраняя эти использования и традиции которые создавали, которые они создавают, которые они создавают в комплекте в гонке. И тогда, в общем, нормально, этот человек и эволюетно révolt работает. И, когда рождем, духовно-м sortsHeyере, не через марши, но через демонстрирующие качества умные, качества очень хорошие качества, так как демонстрирующие качества людей, которые, однажды, являются ретичными в отношении homosexuals. Благодарю вас, госпожа Бельченко. Мы вернемся к вам сразу же после рекламы. Продолжаем предвыборные дебаты. Госпожа Бельченкова, ваш взгляд на религиозные и сексуальные меньшинства? В отношении сексуальных меньшинств я сказала бы так. На самом деле у нас православная страна, страна с традициями. Конечно, эта идея, я имею в виду сейчас, гей-парадов у нас не поддерживалась и никогда не будет поддерживаться. Что здесь я имею в виду? Вы понимаете, я категорически против пропаганды вот этого всего, потому что вот эти гей-парады, они, безусловно, имеют своей целью непосредственно пропагандировать, значит, свой такой вот своеобразный, если можно так выразиться, образ жизни. Я, например, против, чтобы мой ребенок смотрел на вот то, что могло бы происходить на улицах нашего города. Теперь в отношении религиозных меньшинств. Вы знаете, вот тут, мне кажется, гораздо интереснее ситуация у нас развивается, потому что, с одной стороны, как бы мы были свидетелями, если вы помните, противостояние, значит, нашей митрополии, да, подчиняющейся московскому патриархату и Бессарабской, например, митрополии. Вот громче всех, например, на этот счет кричали коммунисты. Было сделано такое заявление, что религия, вера – это не та категория, которой мы будем торговать. Но, мне кажется, здесь немножечко они лукавили, потому что как раз при коммунистах были приняты те законы, в соответствии с которых у нас может быть зарегистрирован практически любой культ, если он там не противоречит целому ряду каких-то моментов. Вы понимаете? То есть мы считаем, что вот такими поступками, особенно разжиганием вот этого, того, что было сделано, конечно, это в обществе только наводит какую-то уже религиозную нетерпимость, что совершенно недопустимо. Если посмотреть закон, там все красиво написано. Но так ли на самом деле все это существует? Мне кажется, что нет. И этот конфликт, мне кажется, нам еще аукнется. И спустя долгие годы, если мы будем не обращать, значит, на все это внимание, если вы принимаете законы, исполняете их, а потом не кричите, что называется, на каждом углу, что это не наше, мы не хотим. Точно так же у нас висит в воздухе проблема, например, открытия мечей этих мусульман. Есть такая проблема? Существует. Тоже были приняты законы. Ни одна власть не пытается их даже решать вообще. Вот что страшно. Спасибо. Госпожа Бельченкова, я благодарю вас. Сейчас у каждого из вас есть возможность задать друг другу вопросы. На вопросы по одной минуте, на ответы по две минуты. У задающего вопрос есть право реплики. Одна минута. С кого начнем? Господин Назаренко, пожалуйста, вы. Я хотел бы задать следующий вопрос. Большинство представителю стати, значит, и большинство людей, видя то, какое бедственное положение сегодня происходит в стране нашей, когда все предприятия разворованы, уничтожены, а кое-кто разбогател и стал сверх богатым и так называемым преуспевающим бизнесменом, у меня следующий вопрос. Вы могли бы объяснить происхождению первоначального капитала Габриэля стати? Госпожа Деминец, пожалуйста, у вас две минуты. С происхождения первоначального капитала. Госпожа Деминец, который состоит из 20 лет и получил первоначального капитала, а у нас уже hace 20 лет, и там они на 19-м часы уже уже появились. Нет, третьоначального капитала. В то, что он ложил в эту деятельность, я понимаю, где он взял эти деньги? У них у нас есть? Кредиты в банк всегда дают только под залог, и только тогда, когда есть определенные гарантии. Господин Назаренко, у вас будет право реплики. Давайте госпожа Деменец ответит, и потом ваша реплика. Да, пожалуйста. И вам республика на эту вопрос. Господин Назаренко, пожалуйста, ваша реплика. Я хочу сказать, что... Не помню, кто сказал эту фразу. Мы готовы рассказать, как мы заработали второй, третий миллион, миллиард. Но никогда мы не скажем и не спрашивайте, как мы заработали первый миллион. Поэтому, что касается крупных, не только Габриэля Стати, но и других миллиардеров, олигархов, мы прекрасно понимаем, что такой огромный капитал в нашей стране, либо в другой стране, всегда можно заработать только путем не совсем честным, либо нечестным. Либо принимая законы, такие, которые позволяют им, в принципе, сегодня, я скажу, достаточно честно и законно зарабатывать. Есть, еще раз скажу, такой фильм, называется «Кто разграбил Россию?». Там олигархи российские четко рассказывают, что после второго стакана водки Ельцин подписывал любой указ, любой приказ. Они становились собственниками крупных шахт, нефтяных скважин. Они становились владельцами, собственниками такого капитала, что, в принципе, не надо воровать, не нужно грабить. Вы против богатых, я так понимаю. Не понял. Вы против богатых. Я против тех эксплуататоров, которые присваивают себе результат чужого труда, либо чужую собственность. Господин Назаренко, благодарю. У вас есть вопрос для госпожи Бельченковой. Да, госпожа Бельченкова, я увидел на своей двери, входной в подъезд, наклеенный ваш плакат. Мы наведем порядок, да? Скажите, пожалуйста, можете ли вы наводить в стране порядок, если вы, в принципе, сами гадите и клеите свои плакаты на чистые двери? Можно, пожалуйста, Бельченкова, да, пожалуйста. Вы знаете, насчет порядка, мне вот понравилось, вы минут, наверное, пять назад говорили, что в стране нужно навести порядок. То есть мне так понравилось, вы использовали наш слоган, по крайней мере, вы с ним согласны. Я не согласна. В отношении того, что было у вас на двери, к сожалению, я не видела. И поверьте, я не клеила то, что там произошло. А вот слово «гадить» я бы вам не советовала употреблять в интеллигентной дискуссии, если вы претендуете на звание интеллигентной. А я бы вам советовал не гадить, тогда мы не будем употреблять такое слово. Ну, я не стану говорить о культурном уровне уважаемого господина, который только что заявил, что он не борется даже за голоса. Мне как бы очень интересно вообще, за что он борется. Госпожа Белинченко, у вас еще есть время? Нет, спасибо. Но такой вопрос я не стала. Хочу напомнить вам, что время мы не возвращаем. У вас есть реплика? Да нет, достаточно. Она сама, в принципе, ответила на то, что сказала. Я прошу уважать конкурентов. Да. В уважительной форме вести беседу. Госпожа Деменец, пожалуйста, ваши вопросы. Госпожа Демене Назаренко, вы сказали, что все люди богатые у меня уничтожают. Госпожа Демене Назаренко, вы сказали, что вы мне задавали неадекратно этот вопрос. Еще раз повторю, что для того, чтобы стать собственником и, в принципе, завладеть тем имуществом, тем богатством страны, которое принадлежит народу, достаточно принимать. Понимаете, для чего они идут во власть? Они идут во власть для того, чтобы протолкнуть своих лоббистов, своих депутатов, которые будут принимать законы, необходимые для того, чтобы разворовывать. Я называю это разворовывать. Они называют это законное присвоение собственности. Их лоббисты, которые сегодня находятся в парламенте, принимают такие законы. Есть закон об управлении публичной собственностью и ее разгосударствовании. Я прошу вас не нервничать, я прошу вас не нервничать, успокойтесь. Я отвечаю, я говорю, формы воровства могут быть совершенно разные. Можно продвинуть в парламент своих депутатов, принять закон и за копеечки скупить все предприятия. Можно обанкротить эти предприятия через тех же депутатов, которые начинают задерживать зарплату. Сейчас банкротят железную дорогу. Точно так же уверяю вас, что появится потом собственник этой железной дороги, который скажет, что инвестор, который приобрел предприятие, находилось в упадке. Они умышленно обанкротят все эти предприятия, доводят до нищеты тех рабочих и навязывают им в том, что единственный выход и их спасение – это бизнесмен, это инвестор, который инвестирует деньги, будет развивать это предприятие. Я вам скажу, что как только они начинают вкладывать деньги в это предприятие, моментально сокращают штат, потому что они не желают содержать огромное количество людей. Они заменят, допустим, на той же самой железной дороге сотню человек одним компьютером. И им плевать, что семьи будут голодны. Что касается, еще раз говорю, Габриэля Стати, вы не смогли объяснить нормально, четко и внятно происхождение первоначального капитала. Соответственно, большинство граждан вправе предполагать, что капитал заработан незаконным путем. Я не обвиняю конкретно, потому что я не прополюю. Мы вправе предполагать, что капитал заработан или, не знаю, как владеет он сегодня им, незаконным. И любой человек вправе предполагать. Вы не будете меня никогда заставлять и переубеждать, потому что вряд ли у вас это получится. Господин Назаренко, это ваш ответ. Госпожа Деменец, вы удовлетворены ответом? Нет. Дом Назаренко, в конце концов, дефекция дарапа для себя и сказал, что и он сказал, что здесь было через республику. Дом Габриэль Стати, когда он был в Ваши, не был в парламент. И он был в парламент, и появился в парламент. Он был в парламент. Детрий, что вы бозите, когда он начал, что, если он был вешен, что этот капитал, который был в основном, а фуру, он был в своем стране. Что вы бозите? Он не был в парламент. Он резистал ситуации политики, инстабилия в стране, через несколько лет. Он успел сделать успехи. Да, не было ущера, у них было много прессов, но он резистал. Вы говорите, что, что это, что вы investите, он был илогал. И я хочу сейчас, чтобы все люди знать, что он сделал илогал, если вы выдержали эту идею, на каждую эмиссию, когда мы встречаем. Вместо того, чтобы вы concentрали на вашем сообществе в отношениях. Скажите, время не возвращается, еще раз напоминаю вам. Ваше вопрос для госпожей Биличенко. Вы сказали, что лимба русская исключена из общества. И, в частности, возможно, что вы говорите в лимбе русской и активации в институте руководства это ограничено. Не кажется, что Возможно, что вы говорите в институте руководства в институте руководства может быть и другая. По-моему, что, и другие объективы в институте в институте. в институте в институте в институте в институте Уважаемая господа нет ни одного представителя правительства. в институте 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 Госпожа Беличенкова, пожалуйста, ваши вопросы. Мои вопросы. Ой, вы знаете, я очень просто спрошу уважаемого моего оппонента по теме нашей программы. Вы, Людмила, задали такой вопрос. Что вы предлагаете, раз вы говорите, что каждую минуту у нас нужно что-то делать для представителей национальных меньшинств, что-то нужно для этого предпринимать. Вот он говорил, по-моему, две минуты, я так и не услышала. Вы скажите мне, пожалуйста, что вы, как человек, который мечтает войти во власть, намерены делать для представителей национальных меньшинств? Что? Госпожа Беличенкова, первое, что я хочу сказать, мечтаете, может быть, вы. Вы и вся ваша партия, и другие буржуазные партии мечтают только попасть во власть. А вы не мечтаете? А вы зачем тогда? Не мечтаете, не фантазируем. Я тот человек, который борется вместе со всеми рабочими. Я не мечтаю, еще раз говорю вам. У вас будет право на реплику, и вы успеете потом выжать. Да, госпожа кандидата, уважайте друг друга, пожалуйста. Так вот, хочу еще раз, второе, что хочу сказать по поводу того, что мне очень жаль, что партии создаются по национальному признаку. А по-другому буржуазные партии не могут объединяться и создаваться, потому что надо, а, либо по классовому признаку, либо, б, по тому принципу, по которому объединяются все другие партии. По классовому признаку вы никогда не будете объединяться, потому что общество четко должно знать, к какому классу оно себя относит и в какую партию оно должно вступать. Вы за 20 лет придумали какие угодно партии, разных цветов, разных названий, но нет ни одной в стране партии, которая бы была создана исключительно по классовому признаку, в которой бы состояли исключительно представители класса трудящихся наемных работников. Сейчас, в принципе, мы видим, что ПКРМ, ваша партия, да и другие партии, вы сегодня вдвоем представляете интересы крупного капитала. Поэтому и вам смешно, может быть, не такая... Ну, конечно, смешно, потому что какой у меня капитал, да. Я не у вас говорю капитал, я говорю конкретно за каждой, в принципе, сегодняшней партией стоит то или иное ООО или СРЛ «Рога и копыта». Поэтому я говорю еще раз, что до тех пор, пока партия будет объединяться по национальному признаку или по принципу принадлежности к той или иной фирме, чьи интересы они лоббируют и представляют, то у нас действительно в стране они будут поднимать и муссировать проблемы с национальными меньшинствами. Необходимо объединять организации и партии исключительно по классовому признаку и защищать интересы трудящихся на крупном капитале. А с теми проблемами, которые сегодня существуют, что делать? Еще раз говорю, все проблемы необходимо решать пошагово. Что касается, опять же, национальных меньшинств. Если нарушают ваши права, подавайте иск в суд, обжалуйте решения, обжалуйте ответы, которые вам незаконные представляют. Платят ли нам судебных инстанций? А инстанции судебные, если будут наказывать рублем органы государственной власти, которые нарушают, хотя, к большому сожалению, большинство судов не наказывают рублем тех представителей власти. Если бы они наказывали существенно, уверяю вас, изыскивали бы эти деньги потом тех чиновников, которые нарушают этот закон, тогда не было бы такой проблемы. Господин Жабельченко, у вас есть минута на репт. Да, спасибо. Я хотела сказать, что я так и не услышала никакого ответа, потому что у человека нет никакой программы. Я прошу вас открыть уши. Вы уже прекратите меня оскорблять и ведите себя более или менее цивилизованно. Я понимаю, что вы как-то классово ко всем относитесь, но это ваша личная проблема. Значит, я не услышала абсолютно ответа, потому что у человека нет программы, о власти он не мечтает, он способен говорить с категориями только буржуазия, рабочий класс и что за там еще. Вот у меня возникает совершенно такой закономерный вопрос, что это за человек вообще делает в этой студии. Вы меня, пожалуйста, извините, но мне кажется, что это совсем... Вы на самом деле занимаетесь сейчас совсем не своим делом. У вас нет ни подготовки, ни знаний, к сожалению, ни опыта. Поэтому вы немножечко так вот почитаете, что происходит, пообращайтесь к судам, может быть, там вам на самом деле и помогут. Спасибо. Теперь я хотела бы задать вам вопрос, уважаемый представитель господина Статья. Тоже ответьте мне очень четко. Вы как в отношении русского языка? Вот у нас, согласно последним опросам, у нас около что-то 40 с чем-то, по-моему, процентов, если я не права, Людмила, поправьте меня, считают, что русский язык, что у нас необходимо иметь два государственных языка. Вот вам ответ на все вопросы. Это согласно последним исследованиям. А вы как? Вот четко ответьте, да или нет? Можно прежде, чем мне ответить, у меня будет права реплика? Нет, госпожа Бельченкова оскорбила, по сути дела меня, я хотел бы все-таки ответить. Назаренко, я еще раз вам напоминаю правила. Вы ответили на вопрос, у вас было две минуты, вы воспользовались своим временем. Госпожа Бельченкова воспользовалась своим временем. Если мы будем соблюдать правила, у нас останется больше времени, вы сможете друг другу задать больше вопросов, иметь больше реплик. Госпожа Деменец, я прошу прощения, что прервала вас, пожалуйста. Да. Лимба руса это очень важно, как цитатей нашей, чтобы оскорбить. Это лимба фрумоаса, это лимба, фаре, что это не может быть, но не может быть в новой circуницией геополитической. Но премизиная актуальность не confirма необходимо в основном основании, а второй лимба oficialа, лимба руса. Но, к тому же, к тому же, это диспута, которая длится 19 лет и не делает, чтобы создать общество, и, в конце концов, вероятность, кто-то видит в себе, то, в конце концов, будет хорошо решить общество, чтобы решить, если вы, как русский язык, или нет. Вы согласны с нашими идеями по поводу референдума. Спасибо. Спасибо. И сперем, что, однажды, с решением, мы дадим за решение общества о проблеме по финансам. Спасибо. Госпожа Бельченко, у вас есть? Я удовлетворена ответом. Сейчас мне скажут режиссеры, сколько времени до конца остается. Сколько у нас остается времени до конца? 7,5 минут. У нас, действительно, сегодня такая более шумная беседа, если можно так выразиться. Давайте по минуте каждому, чтобы вы сделали выводы по сегодняшней дискуссии, и потом перейдем к обращению к избирателю. Господин Назаренко, пожалуйста, ваша минута. Первое, что я хотел сказать. Конечно, госпожа Бельченкова, может быть, она не знакома с теми терминами, которыми я оперирую я, и с той идеологией, которую пропагандирую я. Мне очень жаль, что в той партии, которой она служила очень долгое время, ее так ничему и не научили. Мне очень жаль, что, действительно, в этой партии не нашлось ни одного марксиста, который бы дал определение тем или иным понятиям, которые использую я. Поэтому, что касается вашей подготовленности, госпожа Бельченкова, я хочу сказать, что вы очень хорошо подготовлены, и можете служить любому клану, любой группировке, и свою лояльность вы, в принципе, проявили. Большинство людей видело на протяжении долгого времени, как вы через средства пропаганды убеждали и сеяли просто-напросто смуту и какую-то несуразицу в головах людей, рассказывая им сказки о благополучной жизни в Молдавии при ПКРМ, партии предателей крестьян и рабочих в Молдавии. Поэтому я хочу сказать и, в принципе, задать вам еще один вопрос. Нет, вопросов у нас времени уже нет. Хорошо, значит, я тогда подведу итог. Все эти партии, все представители сегодняшние оба, они защищали и защищают интересы крупного капитала. Задумайтесь. Господин Назаренко, благодарю вас. Госпожа Деменец, пожалуйста, ваша минута. Господин Назаренко Продолжение следует... 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 и проголосовать за Назаренко Евгения, независимого кандидата. Наш символ это рабочие, разбивающие цепи капитализма. Только так мы сможем добиться реализации наших прав. Я благодарю вас, госпожа Деменец, пожалуйста. Дома Габриэль Стате са лансат в кампания электоралу с sloganом «Воце Та в парламент». А факут-о потому, что им паса. А беа то-те премизи-ли, чтобы не се имплице. Лар а факут те, что факт пути, цитатей на Рпп. Молдова. Ли паса и се имплика в модерект в решение проблемных социальных и экономических в Молдова. Он считает, что проблема socialа и экономика с которым мы confrontаем это из-за того, что у нас в последние годы и в последние годы, и это говорит о экзодах форции работы в Молдова. В большинстве, эта форция в Молдова является представлена из-за тенеров. В моменте, когда эти тенеры будут иметь кондиции пропицы, чтобы они развиваются в доме дома, в частности, мы сможем решить проблемы социальных и экономических в Молдове. Для этого, но, это необходимо, чтобы создать ману Габриэль Статэ, чтобы создать инвестиционный климат для отражения инвестирования и хорошие условия для развития маленьких и межночих. Благодарю вас, госпожа Пелеченкова. Спасибо. Уважаемые избиратели, я говорила это и не устаю повторять, что перед вами стоит непростой выбор, но все, на самом деле, очень просто. Есть две крайности на сегодняшний день. Это партия коммунистов и представители Альянса за европейскую интеграцию. Если в парламент не войдет здоровая, та самая третья сила, которая на сегодняшний день является партия Молдова-Унита, Единая Молдова, то у нас опять продлится кризис власти, потому что президент наверняка не будет избран. Каждый из них будет стоять на своей кандидатуре, и никто никому не собирается уступать. Поэтому мы считаем, что в избежании того, чтобы каждый год наша страна организованно ходила на выборы, нам необходимо, чтобы в парламент вошла договороспособная, здоровая, умная, нормальная сила. Мы наведем в стране порядок. Порядок мы понимаем как верховенство закона. Чтобы законы в стране исполняли все, от президента до рабочего. Чтобы была конституция. Чтобы в парламент прошли те люди, которые на самом деле будут представлять ваши интересы. Голосуйте за Единую Молдову. Мы четвертые в списке. Наш символ. Господа, я благодарю вас за участие в дебатах. Спасибо. Завтра предвыборные дебаты проведет мой коллега Иван Свяченко. А мы увидимся в воскресенье в это же время в 18 часов 5 минут. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова